всем привет друзья мы продолжаем а потом на playstation 4 и наше следующее задание это очистить святилище тут нужно будет разбить вино сатиров но я боюсь что они начнут сейчас нервничать но давайте посмотрим насколько сильно ага резать мы их не будем это пустая бочка какая-то была я реально был в тревоге думаю сейчас только только ага что пишут пишут тут про колодец нет у меня нужных ключей все двери заперты я думал когда я вот эту бочку разобью то у нас тут будет сразу беспредел но нет нет ага так вот у нас тут есть ход-проход я не просек его сразу ухты assassin's arrow found найдена стрела ассасина и тут они и тут они но не первый раз мы уже видим и кинжал ассасина тут как раз кого-то и делали наверху видать ассасина так от чего это был рычаг что он открывает друзья теперь мы можем спуститься вниз есть подозрение что вот эти бочки а нет 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 сорян что же я что же я выдумал у нас стрелки показывают куда бежать давайте уничтожать так стоп ты не пройти будем все все ломать потому что нужно больше нам барахнишка так кто такой ах ты ох ты блин убирайся отсюда ублюдок он не сказал и замочил меня с одного . вот этого момента я немного не понял то есть настолько сильные тут противники или нужно как-то может быть по-тихому просто вынести вынести ой блин аккуратно за что он там зацепился мне страшно об этом подумать там ключей много и этот здоровый конь да он убивается одного раза но стрела в голову его тоже жестко жестко наказывает скажем так не так это чё такое я так и буду тут на входе лежать возможно я что-то неправильно делаю пока что понять не могу но вроде бы как сюда показывают может быть не к этому типу может точнее к этому типу не лезть сразу ну таких ребят здесь немало так 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 похилились ну давайте посмотрим почему бить его можно самое главное практически с одной стрелы он умирает да ну он злой он злой злой но смертный долго мне пришлось конечно от него убегать что же он не стреляет он он как-то так долго натягивает эту тетиву это просто что-то нереальное серьезно не могу разобраться до конца с луком как именно правильно им атаковать давай иди сюда ну резко ленте они он и приседать успевает и подпрыгивать но мы и не таких ребят уделывать что это что может быть может быть мне просто взять что-то посерьезнее посерьезнее вот например вилка вот это ассасин ну я шанса там не оставил до сих пор корчатся все уничтожаем вино пошла жара сейчас ребята там будут в шоке наверху бухло закончится но они конечно узнают что если они знают что это я вы представляете что будет если эти такие злые с дубинами в руках то те просто с дубинами не в руках будут вообще просто в шоке ой блин что же я делаю не надо так зажигать непереводимый текст так а чего тут наверху так или придется вот вот таким образом забивать мы наверно с разбега можем туда папа все пардон тут же у нас товарищ нас наш товарищ скалолаз ну все что можно тут подобрали окей двигаем дальше направо главное близко к этим к этим типам не подходить мне кажется будет все окей андайте попробуем камнем его была плохая идея насчет камней я вам серьезно говорю они практически не наносят ему урон может быть копьем ну да копьё посерьезнее с луком единственная у меня вот какая-то загвоздком большие стрелы обычная стрела да тут просто здоровая стрела он ее дольше натягивает получается ну тетилу натягивает и соответственно не так удобно стрелять отмычки неплохо тут еще куда-то прям самый низ можно спуститься и там тоже эти парни ну давайте раз мы уже сюда идем тут вот чё-то какие-то закоулки немного монет а так тут тоже у нас венцо припрятана опять стрелы ассасинов но они по моему самые эффективные то ну что-то уго прыжок там прям стрелую так вот ты 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 побыль прилях прилях короче короче жестко тут все у меня прыгает он конечно очень серьезно ой блин дверь закрылась я чуть чуть не напоролся понимаете можно и глаз было там выковать это серьезное дело даже под под судно можно сказать сказать много стрел это я тут она стреляла тут у нас подлечиться можно плохо что мясо с собой это помимо нести еще несколько амфор свином уничтожено не знаю нужно нас мяско сбивать а да гляньте у нас у нас какая штука я сразу не точнее я сразу как бы обратил внимание но потом потом я не стал этому уделять у нас если мы подбираем просто больше чем у нас есть здоровье то она постепенно уменьшается то есть фактически его мы имеем какой-то определенный промежуток времени когда мы обладаем большим здоровьем чем вообще есть она на самом деле так что можно так мясо набить и в бой заберем стрелу спокойно потратил я стрелы ассасина не совсем удачно нормально с одного удара они выносят так что надо быть конечно максимум аккуратным какой-то щит ну я от не знаю заблокировать их удар можно тут я не попробовал этот момент уго-го у меня там копье а сейчас мы его испытаем так дочки стрелы амфоры с вином и что что осталось тут одна по-моему у меня там можно чё-то накрафтить ну-ка давайте крафта нем ага 10 максимум а нет не 10 максимум просто ингредиентов не хватает на нормально не ожидал ты такого друг все-таки размер имеет значение тебе то не знать далеком тут тот сайт так а вот этот щит щит x кстати вот щит есть но поднять почему-то не дают возможности так это что такое а это опять можно похилиться кинжал ассасина парень не пойми куда бежал в спину его закололи можем во всем этом деле замешаны оказываются ассасины так репер кит аптечка для ремонта и аптечка для фонда ну в общем аптечка для ремонта да отмычки на моменте ключ как бы лежит но взять не могу почему вай так кажется да не выполнено дать подниматься наверх парни тут шоке бухла нет топоры подоставали мне их наверно гасить придется в итоге или можно просто выходить ага кто из вас это сделал они начали между собой гасится но я их тоже перебью вы поняли все вино разбито кто из вас козлы это сделал и они начали друг друга резайте андрюха тут раз такой под шумок ты ты были ну дубина конечно там все все готовы храм у нас очищен так что мы можем наверно возвращаться там работодателю кто кто нам создал эти задания так стоп этот парень с бокалом там не агрессивно настроен карта откуда найти ним надо нимфам передать которые в лесу там прыгали а вот охотники нас ожидают в общем нимфы благодарны и снова они ударились в танцы нам теперь предстоит найти лук артемиса ну что ж бежим может быть зайца до давать никого глядя дом огромный какой так может быть я хочу зайца упороть блины тут пристали эти дикие дикие волки и пусы лежать эй нифига себе куда делся кролик она тут мы были пардон так мы были здесь и мы были не здесь так давайте немножко по карте вот так пробежим банки опаньки сам собаки опять эти бешеные конечно кролик во первых размер меня его поразил но я хотел короче может быть с короля дали бы что-нибудь вообще интересно то какой-то королевский кролик это знаете какая штука помните там ходила не ходила читали мы какую-то типа легенду и поверье о том что здесь в лесу обитают какие-то животные там кроль алина еще там кто-то видать это именно тот кролик был которого надо чикнуть одно из тех животных которое нужно поймать точнее не поймать ну-то поймать скажем поймать и победить вот но он улезнул от меня к сожалению так мы на корабле ага перестань тут создавайте брызги ты пугаешь мою руку найти нужно лук а как к нему попасть счет нам никто не говорит карта но не здесь явно туда проход там как там уже возможно сверху можно зай заглянуть мы близко достаточно находимся но тут пройти явно нельзя так под воду нырнули были как все тут запущена наш дыхание не ограничено но это не туда не туда явно я направился дать попробую попытаем счастье вверху может быть там как-то перепрыгнуть удастся да хорошо что у него не уходит кислород когда мы находимся под водой это облегчает прохождение передвижение ну и все и все в этом духе по моему если забраться на самый верх не совершить прыжок веры раз уже пошла речь об ассасинах вот до совершить прыжок веры то может быть мы и доберемся нужно тут может быть даже с крыши вот оттуда он не не лезет туда давайте с разбега ей да вот пожалуйста оказывается тут за водопадом тайный проход кто бы мог подумать впервые впервые я такое наблюдаю блин как она здорово сделано согласно что вот казалось бы графон такой но во первых необычный стиль ну блин как она играется музыка вот хотелось бы в такую игру ну вот знаете как хотел бы полноценную но именно большую такое же приключение что в этот мир погрузиться красота но тут у нас бог войны со дня на день новый 2018 просто он называется бог войны вот и там и там дадут нам такую возможность ребят обязательно запишу эту игру буду писать без комментов специально чтоб вы смогли насладиться сюжетом то есть без лишней болтовни обязательно подписывайтесь чтобы не прозевать так это чё такое прочитать я не могу но такой луч света падает . обозначена правда . все-таки показывают нам направо где-то там где-то там находится лук давайте ага ага значит это главный охотник а когда вам поют песни так как зевс отрезал землю от гор короче мои золотые дельки про охоты прошло тостом мастер ханта мекфом мастер опа опа она что хочет чтобы я ауау она хочет чтобы я стал жертвой вы представляете точнее добычей она говорит а может ли самый крутой охотник стать стать добычей я не знаю просто что делать вот здесь к стрелке а ну-ка камон прикольно так раз чего-то я с дотронулся а да блин ну ну да ну метка стреляет но тут я кстати захилился неплохо я просто как-то оленям не особо умею играть вот в чем штука я как-то больше все-таки за людей хорошо что тут можно хилиться раз конечно волки вот это еще такая не нежданчик такой да блин блин прыгай вниз что ж ты ребят она меня кончила неожиданно серьезно даже не видел ну не обратил внимание сколько там жизни мне казалось все как бы получается и тут такой облом ну ладно придется попробовать еще разок ну вот действительно действительно прям нежданчик ладно дать дубину и вы будем расходовать оружие которое поострее типа меч оставим на потом ага можно пропустить пошла вон стреляет она кстати не кисло так ну мне у меня такое впечатление как притормаживает понимаете то есть вот ну не отзывчиво управление когда управляешь этим лосем даже беспредел так так быть то не должно все в игре вообще сказочно с управлением нет никаких претензий но тут вот в данном именно конкретном случае ага теперь мы должны ее поймать где мой лук нормальный лук так-то она уже пошла там понимаете она пошла там их вырубать эти светильники она гулая бежит или чё а это то не она была мы будем походу меняться ага я понял ролями слушайте но она прям жестко-жестко гасит что вы что вы что вы что вы 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 о чем я и говорю, ну реально как-то немножко кривовато тут с этим оленем. Все. Время умирать. Так, понеслась. Она тут огненными стрелами решила меня уже застрелить. Прямо и фишка. У нее, конечно, она щиты гид. То есть, куда ты не прыгни, везде она появляется. Блин, ну что это такое? Глянь. Что она там делает? Есть какая-нибудь большая стрела, чтоб ей конкретно просто засадить. Так, понеслась. Она ловушку поставила, выйдет. А, ну да, я что же могу ставить ловушки? Вот это я забыл. Блин, ну я сейчас все, она меня сейчас кончит. Я в шоке. Я проходил эту игру и реально у меня не было вообще труда. Вот я помню просто этот эпизод. Ну, достаточно смутно, конечно, но тем не менее. Та прыгни вниз, я уже пять раз нажал. Ну, что ты делаешь? Наконец-то. Получен лук Артемис. Знаете, что я хотел сделать? Тут пока что типа пауза, можно зачитать текст. Там кому интересно. Я хотел просто... Блин. В переводчике прописать этого ее... А, это Артемида, друзья. Артемис, Артемида. Все. Лук Артемиды. Пардон. Я прям говорил неправильно. Сколько времени. Быстрая перезарядка и... Все остальные плюшки. Там супер тонкая тетива. Карбоновая рама. Короче, в общем, лук Артемиды просто огонь. Получен. Ну, богиню я пристрелил, получается. И тех, кто-то меня забрал так наверх. Так, в какую сторону? Ах. Гляди, там, кстати, на заднем фоне. Какие-то картины. Да, мы не поймем, что, короче. А, ну, друзья, ну что ж, мы выполнили, получается, первое задание. Получили лук... Та-та-та-та, отстань. Получили лук Артемиды. И что-то я не вижу, где он у нас в инвентаре. Странно. По-моему, нас немного надурили. Нужно было, конечно, капканов там расставить. Я сразу... Не доперт. До этого момента можно было, конечно, обхитрить так. Неплохо. Артемиду. По-моему, я... ...выперся не туда. ... Отправиться к Аиду или найти? Лиру Аполлона. Ну, я готов любое задание выполнить, я не могу просто увидеть, как попасть. Давайте Каиду, возможно, сначала. Ага, вот мы практически на месте, тут нужно спрыгнуть вниз, направо, и еще раз вниз, и вот-вот, вот наши задания. Мы готовы. Зайти в канализацию. Моп-хоп, кто такие, что происходит? Парни. Они против крыс борются. Факел нам опять пригодится. Вот такая вот штука. Если крысу ты забил, то здоровье восстановил. На карте какие-то рисунки ключей. Тут я так спрыгнул лихо, а можно было... Видите, направо уступ. Туда можно явно попасть. Даже не с разбега, а вот здесь, зацепившись. Типа небольшая секретная комната. А ну тут... Конечно, предметы там попросенькие. Пошел музоний. Видимо, мы в правильном направлении двигаемся. Давайте все-таки, знаете, исследуем до конца эти канализации. Я имею ввиду, вот там, где музыка эта стрёмная не началась. А потом сюда. Четко. Видите, как-то меня манит прям... Так, что это? Это взлом, друзья. Scroll keepers office key added to inventory. Какой-то ключ я насунул тут у этого товарища. Но я хочу тут еще пошариться. Ооо, плюс 10 броня. И стрелы войны. Все, забираем. А, блин, ну да, я его сразу разбудил, получается. И он хочет меня за это наказать. Придется успокоить, парня. Я надеюсь, тревогу он не успел поднять. Мы так тихонько, раз-раз. Типа, мы не при делах. Я вообще туда не заходил. Здесь я не был наверху, не был. Какие-то рычаги. Что интересно, они открывают. Как-то даже не щелкнуло нигде. Но главное, что рычаг мы повернули. Ну, ты знаешь, что-то открыли. Я такой ловил, как-то тут сразу. Ты чё, блин? Ну, раз такое дело, там, умрито там. Да, нужно было, конечно, не ломать эти бочки. Я забываю немножко, что тут они сразу начинают. Эти, эти две зоны, вот, налево и направо, видать они, и в них туда нельзя попадать. Ну, то есть, вот, как бы, красным они отмечены. Нельзя заходить. Попадать-то туда можно. Ладно, давайте обойдём. Оставим, но потом там просто очень много ребят. Не хочу я сейчас связываться с ними. Потасевку. Странно, что на карте, ну, карта не рисуется этого участка. И это значит, что мы будем ходить бродить. И вот ещё какой момент. Посмотрите, явно ключ нарисован. Почему он его не берёт? Вот на полу. Странно. Какой-то сундук. Ну, давайте так, к нему потихоньку, что ли, направляться. Побалдёт, держи. Какие-то хрен пойми кто. Отшельники. Какие-то отшельники. И недоброжелатели хотели меня тут забить. Пришлось устроить над ними расправу. А вот тут и сундук. Хероик Ксифос. Короче, меч отличный. И Деггерщилд. Это новый меч какой-то. Эй-эй. Ну, реально, видать, что-то крутое. Только не видать нифига без факела. Ладно. Как только выберемся на свет, боже. Сразу оценим. Новую безделушку. Не хотел я никого убивать. Это какой-то был, может, самоубийца. Что-то он тут собирался с горы прыгнуть на его. Спасли вообще. Так бы в рай не попал. Ну да, это какой-то крэйзи народец. Нельзя их убивать. Там что-то я одного прибил. Видели, как он вспыхнул. Нездоровая какая-то фигня. Рассказы о каких-то лодках. Нельзя туда наверх. Нельзя. А, вот, друзья, мы на пароме. Что это такое? Живой. Что это такое? А, ну понятно. Если мы к аиду отправились, это шрикает в душ. Или как она там называется. Это все, получается, мертвые тут. Ребятушки. В общем, если ты перейдешь на ту сторону, не ожидай, что ты вернешься. Заплатить старику. Хорону этому. Можно уйти, а можно отправиться. Ну, я думаю, наше время пришло отправляться. Ну, не суди меня строго. Переправлю тебя только на тот берег. Два стаана, как вода на ковер. Только некоторые у нас получили кости, но остальные просто нужно ждать. Он не перевезет, он не привезет у нас назад, говорит. Аиду, когда мы, когда их душу скрутим. В общем, тебе нужно достигнуть сначала врат его дона. Река Стикс. Короче, там и агония реки на этой реке Стикс. Нас ждет и агония потери. Огонь проклятия. В общем, вся фигня. Не ожидаю, что ты вернешься живым на здоровом. Ну, живой человек немного принесет цвета в это мрачное место. Так и есть. Так, поплыли. Не? Понятно. Долго плавать мы тут не сможем. Как на берег мне выбраться? Давай на корабль хотя бы. Нельзя в эту реку. Река сразу забирает жизнь. Так, как бы логично. Так, кувырок потухнуть. Блин, ну без факела никак. Мне, конечно, больше нравится со щитом бегать. Ну вот. Ну тут нас заставляют с факелом. Эй, эй, это скелеты. Скелеты-атлеты. Получи. Вот так лихо просто назад. Стартан. Ой-ой-ой-ой. Я чувствую жизнь. Пошел вон. А скелетов? Скелетов, я так понял, не победить. Насовсем. Они как-то оживают по новой. То есть он рассыпался на кусочки. Ну, потом собрался и начинает нас опять пасовать. Вроде бы так работает. Схема. Тут вот вниз можно попасть. Ну вот видите, уже бежит. Я же тебя убил. Пошел вон. Тихо-тихо-тихо-тихо. Как какие-то, блин, ловушки. Немного с переключением тут оружия. Я запарился. Короче, спустился вниз, видите, а тут ничего толкового нет. Зря только там жизни немного потратил. И вот эту ерунду. Греческий огонь. Тут вроде как наверх можно попасть. Давайте сразу заглянем туда. Ага, вот, пожалуйста, в бочках были скелеты. Или в ящиках, или в бочках. Что там такое? Пошел вон. Так, войти в Ахерон. Какие-то секретики тут я нашел. Ну что ж, неплохо. Подождите. Я вот, кстати, клацаю тут постоянно. Ну, а я улучшаю или нет? Может быть, у меня плюс 10 сейчас защита, а это броня плюс 8. Или как оно работает? Бритухарденед Хельмет. Какой-то усиленный шлем. Нокий. Да нет, вроде бы все это. Взрывная мина. И какие-то новые копья. Пойдет все дело. 72 стала у меня защита. Ну, это синяя полоска, это защита, я так понимаю. Спокойно. Это тут реки крови. Ну что, давайте сюда и зайдем. Стрелка показывает. Знаешь, бежим. Что затягивать? Пересеките реку Ахерон. Так, стоп. Как работает эта система? Там что-то интересное. Броня прям... Максимум брони, друзья, получено. Долго-долго как-то двери открываются. Гляньте, тут еще и скелетоны в этот момент пытаются атаковать. А, вот она такая история. Ну, так. Предстоит нам, конечно, попариться. Это ожидание открывания дверей. Плохо, что нельзя тяжелое что-то положить. И тут, знаете, какая мысль мне пришла в голову, что мне не хватает булыжника. Помните, раньше мы встречали, может быть, булыжник он не закинуть. И тогда как-то дело быстрее пойдет. Там наверху сундук. Давайте. Давайте не будем терять время. Ну, что тут у нас бронзовый шлем. 115 прям стала защита. Какая-то фигня. Так, какая-то фигня. О, прикольная штука вообще. Это на самом деле не фигня. Кинул эту фигню. И она 60 секунд будет освещать помещение. Без всякого факела. Ярче, чем солнце. А это что такое? Превращает кожу в железо. Дает нам временную неуязвимость. 10 штук максимум можно с собой уносить. Длится эффект 25 секунд. Ну, ничего, так я вам скажу. Мы подобрали тут в сундуке вещички. Как их выбирать? Ага. Это последний, последний в инвентаре. Последний пункт инвентаря. Что ж, давайте возьмем копье. Продолжим наш путь. Но все интереснее и интереснее становится, правда? Погружаемся в инвентарь. Погружаемся в инвентарь. Погружаемся в инвентарь. Ой, ты что, щит? Нет, что это такое? Что ты заулыбающийся? Эй, 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 эй. На интегнате. Парень там повскакивали. Не надо. Вот эта штука мне нравится. Похожая на щит, но я что-то взять ее не могу, к сожалению. В этом слуха, не стреляй, не надо. Ну, по звуку дверь еще не открыта, а вот теперь вроде готова. Готова, готова. Вроде как щит вот это. Почему я взять его не могу? А, друзья, ну, конечно, я его взять не могу. Я же подобрал этот дегер-щилд, щит, который там 84, но у него есть износ. У него есть износ. Он на руку, гляньте, кто так его одевает. Какой-то крутой, но закрывает он практически, ну, не практически, а полностью нашего персонажа. Полностью с одной стороны. Просто вот что-то интересное подобрать не получается. Это щит 100%. Так, окей. Факел. Пока что в любом случае нам нужен факел. Потому что не видно нифига. Ну, направо дверь. Давайте отбиваться. О, это, знаете, вот это волк ловит яйца только что. Мне напомнилось. Ну, погоди, блин. Электроника. Так, они там сверху, снизу будут выпрыгивать. Он так стал посредине. Так, ребята. Не мешайте мне тут кнопку нажимать. Все нормально, дверь открылась, и они сразу все испарились. Отлично. Отличная история. Enter the Hades. Hades. Enter Hades. Не Hades. Не войди, Ваида. Что-то другое. Кстати, Hades переводится. Аид. Окей. А, ну да, мы в Аиде. Да, наверное, вот так? Или как? Короче, куда-то мы добрели. Но нам что-то показывают стрелки. Теперь он в обратном направлении бежать. Вот вниз на плюс. Таатролита, как мечтал он. А, то, прикосновение к живому человеку. Не сюда, не буду, да. Начинается с щитами. Тут уже появились скелетоны. А мы все бегаем в этих потемках. Тут нас решили... Это заподнял. Нас решили здесь поставить. Там людские кошки. Надо выбираться. Слишком много. Эй-эй-эй. Там сразу он троем ударили. Треснул черепок немного. Непереводимые тексты. Так, ребята, ну вы совсем охренели. А ну-ка, быстренько все прилегли. Не, ну... Мне не нравится то, что ты убил скелета, да? И они опять ожили. То есть, получается, тебе нужно постоянно убегать. Ну, распаун... Ой... Распаун, да? В смысле, распаун. Как это называется? Вылетело из головы. Да, наверное, распаун. Бесконечно тут распаун урагов. Еще немного текста о каких-то деревьях. Мы, главное, практически на месте. Откуда идет дорога назад, просто вернуться. Коситус. Коситус. На русский язык не переводится. Значит, мы в Коситосе. Друзья, что нам тут предстоит сделать? На лодке поплавать. А если в водичку? Да, в водичке жизнь сразу и уходит. А оказалось, что... Ну, она светлая. Посветлее, чем раньше вода была. Думаю, наверное, в этой можно плыть, но нет. Давайте в воде хоть подлечимся. О, о, о. Нормально. Надо менять оружие, блядь. Что-то эти ребята против дубины. Дубина им не страшно, я бы сказал. Как-то так. Дубина, кстати, бьет, ну, булава или что она там. Только в одном, видите, направление. Такой замах, короче, сверху. Вот, и у них есть шансы, они, получается, могут атаковать немного быстрее. Тем более таким длинным копьем. С корабля никуда не деться просто. На весь корабль у него атака. Но если в голову, короче, дубиной попасть, то тоже там плохие. Практически моментально. Так, а что рычаг я могу дернуть? Нет? Нет. Ехать нам до конца. Видимо, пока корабль не упрется. А, стойте. Вот какая штука. Я мог тут запереться наверх. Далеко я мог убежать? Нет. Это мне теперь еще и лодку нужно догнать. Стоять, стоять, залазим наверх. Там первый, видите, я произвел. Я просто не знал, что можно встать на эту штуку. Не знаю, как это назвать. Явно не мачта. Это полка. Так, восстанавливаем здоровье немного. Спускаемся вниз и колемся к нафиг. Ух, их набежало. Ну, мы прибыли. На место. Так, ну, перебью всех. Это не безбилетники на моем пароме. Да умришь ты уже. Ну, нормально. Ну, в смысле, не особо. Там, правда, лечилок практически не осталось. Но самое главное, что добрались на предположенном перьях, что перед камерой. Как-то говорит, что нам вот ровно в эту дверь нужно войти. Ну, и дальше, наверное, флигетон нас ожидает. Блин, не хотел я этого типа. А, ну, он забирает, видите? Жизнь все-таки. Это мы вернулись вроде как назад. Эти ребята, я что-то тут больше стало. Как-то мы блуждаем во тьме, можно так описать сейчас происходящее. Ну, вот мы находимся возле флигетона. Так, еще один скелет. Наверное, друзья, на этом будем заканчивать эпизод очередной. Надеюсь, вам интересно. Игра, по-моему, достойная внимания. Так, 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 умри. Ну, и продолжим, естественно, в самое ближайшее время. Для вас, как всегда, играл Андрей Броскей. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok